199 сертификатов окружного материнского капитала выданы за 6 месяцев 2015 года. Более 75% всех сертификатов были использованы на покупку автомобилей и товаров длительного пользования. Насколько эти приобретения используют в интересах детей, как указано в законе, обсудили на брифинге Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. 777 сертификатов окружного материнского капитала. Столько документов выдано администрации округа с июля 2011 года, когда был принят соответствующий закон. Изначально денежные средства можно было тратить на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования и специализированной медицинской помощи. Затем список расширили еще на 5 пунктов. Родителям разрешили строить бани, развивать подсобные хозяйства, приобретать автомобили и лодки. Выявилась проблема, особенно в сельской местности, когда граждане у микрокредитных организаций брали кредиты под недостающуюся часть суммы, вкладывали материнский капитал, с кредитом рассчитаться не могли своевременно. У них изымались купленные за материнский капитал транспортные средства, и граждане оставались просто ни с чем. Чтобы исключить такие случаи, в закон внесли поправки, убрали из списка покупку автомобиля. Туда же попали строительство бань и гаражей. Законодатели рассудили, эти объекты не в полной мере рассчитаны на ребенка, как должно быть по закону. Поправки вступили в силу 1 июля и будут действовать до 1 января следующего года. На брифинге обсудили еще одно нововведение в сфере социальной защиты – реабилитацию нарко- и алкозависимых. С этого года пациенты, состоящие на учете в окружной больнице, могут бесплатно пройти реабилитацию в одном из трех центров России. Для того, чтобы направить на реабилитацию человека, он должен получить лечение, сначала медицинское, в течение 21 дня. Оно связано с выводом из физической зависимости. А в дальнейшем, после того, как перестали потреблять психоактивные вещества, направляется, обращается, выдается направление, делается медицинское обследование, не выдается направление, и гражданин обращается сюда с целью дальнейшего получения направления в одной из организаций, которая занимается ресоциализацией и реабилитацией. На сегодняшний день в окружной больнице стоят на учете 24 пациента с диагнозом наркомания и 3000 алкозависимых. Все они могут получить консультацию и помощь в наркологии и комплексном центре социального обслуживания. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север.